Снова мы в эфире, приближаемся к сектору команды бульдоги. Вот один из бульдогов бежит к нам. Команда тут же начинает делать вид, что она работает. По-моему главный рабочий тут бегает вокруг меня. Готовый? Капитан, ты готов? Ты готов сдаваться? Мы да, самый главный капитан. Нигр? Нет, это афро-американец. Ты че? Под взял случаем хотел сообщить, что опять привезли на ту речку, в которой нет рыбы. Рыбу не запустили перед соревнованием. Ну мы как в Сербии. Мы не запустили рыбу, извините, ребята. Ну, расскажите, че? Мы ее найдем. Ничего никак. Я разрешаю тебе сесть. Пока воюем. Это как в Сербии нас волханули, рыбу не запустили, нас соревнование сделали. Все нормально. Пытаемся что-то найти. Но пока тишина. Но у вас далеко до бровки, да? У нас получается под 200 метров. Не достаем. То есть все наши бровки, которые у нас были как родные. Пару-тройку поклевок было. Она сама вытащили. И, как говорится, из-за сеток была поклевка, когда сетку ставили. И вчера с утра была хорошая поклевка, но не реализовали. Не, у нас есть под сетки тоже поклевка была. Да, да. У нас очень часто такое было. Когда ставят сетку, у нас сразу были поклевки. У девичей вниз, как французы обычно вылаживаются тихо. Так, чтоб сиди не видели, я понял. Вот даже могу крючок. Че, разогнулся? Да, да, вообще там. Палки повыматывали с рыбой. Не получилось. Да, вчера был паровоз такой. У нас бешеный. Я поднял удилище. Там что-то такое нереально отсидело. Ну, как сидело, так и отсидело. Да, да, как отсидело. Ну, не наши. Не, это была соседская просто. Да, да. Это помпин был. Это был помпинцом, ребята. Да, да. Что сказать? А, вон нашел. Ну, собак, скажи что-нибудь. Тут пожать не дают обычно, а не собакину. Вот крючок. Так, сюда, чтобы было. Это после... Ну, судя по всему, рыба уперла с грузом в это и разогнула крючок. Ага. Понятно. То есть, это кордо, химическая точка, а не мощные крючки. То есть, разогнуть руками тяжело. Да, вообще нереально. Вот я сижу, разгибаю. В общем, пару рыбок к нам заходило гости, но мы их на берегу не увидели. Кроме самого. Вчера ночью пик был. Ночью? Пипи-пипи-пипи вниз. Я выбежал. Это 30 метров от этого затепка какой-то был. Пару рыбок нас посещало, но до берега не добрались. А сегодня галакцию уже. То есть, вообще никаких ни пиков, ни шпиков. Идет не на увеличение, а на уменьшение. Мы уже решили креветки, динамик бейтс там залили, чтобы как-то пылило туда-сюда. Добровый фиг достанешь. Где-то 200 метров, сегодня у нас 200. Мы поставили уже сколько? 5,5. 170, да? Да. Ну, кормить же там ты не можешь нормально. Да. На такой длине. Не, ну 140, да. 140 можно кормить спокойно. Пытались, по-моему, пытались выкинуть, как-то она не выходит вообще. Нет, вообще. Туристы проскакивают где-то и все. Пару-тройку туристов проскочило. Мне кажется, что рыба еще не привыкла к этой. К изменению уровня воды. Она сидит себе там и комфортно там, и все, ей по барабану твой. Корм твой. Нет, далеко просто. Хотя, с другой стороны, сейчас вас смотрит товарищ Саша Вермут. Присоединился к кефиру. Нет, он только присоединился к кефиру просто. Я знаю, что он сейчас напишет на букву П. Саша, где рыба? Саша, где рыба? Саша, где рыба? Саша, где рыба? Я придумал новое слово. Какое? Сектор Асы. И что? Был все сектор Асы. Не, а сама Аси? Не, не понимают они юмора и игры слов. Ну, это тоже вот так, понятно, объяснить. Ну, разные Асы бывают. Ну, уже четвертый день тут так же. Бывают сектор Асы. Четвертый день что-то пытаемся найти, но не сдаемся. Четвертые сутки. Но не сдаемся. Не, но все может быть. Не знаю. Сейчас же какая фишка. Вот какая сейчас сейчас прикол. Именно с таким вот положением в таблице сейчас одна рыба. Это вообще. То есть, когда у тебя, скажем, идет две тонны и у тебя там надо по 40-50 килограмм, чтобы прыгнуть выше на место. Это тяжелее это все. А здесь у тебя как бы одна восьмерочка и ты взлетел. Ты же понимаешь, восьмерочка сейчас руки у тебя вот так вот. У тебя, у тебя это мандраж будет такой. У всех будет мандраж. И у Гранта тоже. И весь восьмерочка будет так дрожать. После этого, когда рыбу вытянули, у всех будет вот так вот. Минут десять сходить. А потом будут такие пляски. А потом поцелочки засохли. И дискотека. Сразу НЗ достанут. Эта рыба сейчас на вес золота, честно. Как я говорю, золото в плане на грудь. Я такого не помню. Четверо суток упираться нет. Кто-то говорит, что много кормим. Вот человек стоит в помпе там недалеко. Десять шариков в день. Утром. Десять шариков еще с помпиком вечером. Вот пожалуйста, ничего нету. Короче, цилон. Вам передали. Цилон больше не ставить. Что мы лохи. Сектор нетрадиционной ориентации. У нас очень традиционно. Так мы не тот факт выставили. А, ну да. А у вас есть это радужный? Семиполосный. Понял, кормлю это не подходит. Семицветный. Ребята, вы все профукали без флага. Ну блин. Профукали, да. Вермутт, приезжай, научи людей. Ну что ты в конце концов? Писать и смотреть все могут. Умные. Алена, надо 200. Где ты, дядя? 200. А, 200 метров. 200 метров. 200 метров. 200 хотя бы. 200 грамм. Можно Диму выкупить. Диму можно? Мы готовы заплатить на 1 день. Да, кто-то у меня там мальки мне сейчас уже сказали. Это я им предложил выкупить его. У Парпорона. Все равно там толку не его. Самов ловит. Так вот Карпа увидит. Грубые. Размачились? До того, как я уехал из лагеря. Нет еще. Самы. Очень много. А они хворенка или пыльки? Ну они сейчас поменяли так, насколько я знаю. Парпорон? Потому что они поехали, они же сделали свою программу. Ну да, да. В которую люди верят. Ты понимаешь, это как и мы ездим часто со своими программами. Мы в них верим. Европейская там работает. Вот как раз Дима сейчас нас смотрит. Димыч, привет. Нам, тебя нужно тут. Да. Срочно, срочно. 199 метров самая. Готовы заключить контракт на день? На завтрак. На весь. Суточный контракт. Готов. На часовая оплата. За каждую рыбу бонус. Вжачка. Вжачка есть, колбаса, копченая, сало украинское. Все есть. Максимум к малькам сходим. У них там тоже есть. А, мальки сами придут. Короче, нужен человек, который умеет далеко кидать. Это три сектора. Даже там сектора. Это все сектора дальники. Вот Юрка. Ну сейчас они дальники. Да. Раньше не было такого. Там поближе. Ты помнишь, мы стояли. На двене там чуть не стояли. Мы стояли. Броваж был, я скормил. Три метра ты уже на этой бровье. Один. Ну так и возьмите прошлый год джетов. Да. Да. Вообще было. Играючи. 100 метров. Дима улыбается вам. Что, согласен? Ты согласился? Улыбка, это согласие. Ты напиши да или нет. Улыбка непонятно. Вермут пишет, что будет вам стимул для тренировок. А, ну да. Понял? Вошара. Тренируемся. Сними очки. Джеймс Гон. Очки снимите. А он не хочет, чтобы глаза его видели. Красные. 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 Как он врет. С узкими зрачками. Наверное, бегают. Наверное, бегают, когда он разговаривает. Я не специалист по разговорам. Дайте рыбы половить. Ладно, народ. Дайте рыбы половить. Я пойду дальше, потому что сейчас солнце как сядет. И я буду с этим в жопе. Извините. В эфире я сказал. Да, да, да. Не будем рваться. Собака, ты, конечно, классная у меня. Прямо мне на ножку лягла. Греет. Шансы остаются. Греет. Это грелка наша местная. Кому холодно, называется, так фаник греет. Классно. Шансы остаются. Продолжаем воевать. Да, да. Еще есть день. Полтора. Таблица такая. Ночь. Хотя я так посмотрел, что ночь какая-то у всех. Никакая. Нет, у нас есть. У вас пики, да. Две ночи в тоже практически время. В один раз вечера что-то. Был паровоз, а потом пики. Но была сетка мы не вытащили. А пики мы пропукали. Пропикали. Да. Ну, как-то так. Как-то так. Ну, как говорится, вам, как говорится, нехе, нече. Не, ну, мне нравится был берегов и нравится после ко мне этих полузников. Ну, если вам нужны подшины, эти шпингалеты. Да, да, да. Улица какая-то, номер такой-то, да. Нам рыбу, нам рыбу. Шпингалеты. Шпингалеты не надо. Нам рыбы давай. Да, если будет разводить рыбу, то зайти нам. Хорошо. По килограмм в кентр. Кио 800, чтобы мы в таблице поднялись там чуть-чуть. На шестое, седьмое нет. Да. Спасибо вам, ребята. Пойдем мы дальше. А этот эфир мы пока закончим. Помните, сейчас расскажем секрет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.